Вопросы о том, как сейчас обстоят дела с Украиной. Мы знаем, что в последний год у нас были достаточно проблематичные отношения между Департаментом иммиграции и, скажем так, украинскими студентами. Очень много было отказов, но, скажем так, последние полгода медленно, но верно стали давать визы. И, в общем-то, ситуация следующая. Если мы едем в учебные заведения высшего образования, то надо готовиться очень хорошо. Вот эти требования по SSVF, Simplified Student Visa Framework, они сейчас отсекли некоторую часть потенциальных студентов. Но для остальных, как я вижу, положение изменилось к лучшему. То есть, если человек удовлетворяет требованиям, так называемым региула студентам, то есть не SSVF, а региула, то виза дается, как бы, ну не сказать, что легко, но виза дается. Те ребята, которые поступают в университеты, им виза дается немножко полегче. Но, в принципе, мы готовим те же самые документы. К счастью, к сожалению, но мы готовимся точно так, как и некой SSVP. И потихонечку ребята получают визу. Проблема в том, что сейчас стало гораздо меньше денег и в Украине, и, в общем-то, и в России, и в Казахстане, и Беларуси. Поэтому, соответственно, количество желающих приехать сюда на учебу сильно-сильно уменьшилось. Это факт, который, ну, как бы, никто не может оспорить. Что касается обучения английскому языку, то после того, как вот у нас появился, то есть он был всегда, но, как бы, сноска была больше на Greenwich College. Учебное заведение, языковая школа уровня подхода 1, который только 6%. В Австралии визы ребята с Украины стали получать. Но вот здесь некоторое, как бы, изменение, оно, наверное, касается больше не ребят с Украины, а всех остальных. То есть россияне, казахи, белорусы в течение трех месяцев, как бы, испытательно с 1 июля по 1 сентября, как я понимаю, да, июль, августе, я понимаю, по 1 октября не будут приниматься заявления из этих стран. С Украины будут приниматься и с Украины, как мы видим, визы получают ребята на курсы английского в Greenwich. Касается других школ, которые являются уровень подхода, второй или, не дай бог, третьих, таких у меня нет, но есть третий такой уровень подхода, то там получать визу будет гораздо тяжелее. Я думаю, что мы не будем поддаваться, по крайней мере, я не буду поддаваться в такие учебные заведения. Следующий вопрос, где посоветуете жить в Австралии? Ну, вопрос немножко сложный, потому что все зависит от человека, все зависит от того, что вы, как бы, пристрастия, какие у вас, что вам больше нравится. Но, в общем-то, я думаю, что для студента лучше всего это Сидней и Мельбурн. Так уж исторически сложилось, что мы работаем в Сидней, это, соответственно, Сидней это город, куда вам гораздо лучше ехать, учиться, работать, ну, соответственно, и жить. Что касается людей, которые едут, ну, я не знаю, допустим, едут на независимую иммиграцию, опять-таки, где у вас работа, где вам нравится, климатически нравится. Я знаю, есть люди, которые едут в Тасманию, я знаю, люди, которые едут в северную территорию или в северный Квинсленд, вот, которым очень нравится вот такой жаркий климат. Это все зависит от вас. Что касается Сиднея, я живу в Виндзоре, в Хокспире, и мне, опять-таки, очень нравится на этой территории жить. Вот по итогам последних выборов у нас там, как бы, наш товарищ по партии, Либориска, пришла Сьюзан Тепплман. Вот поэтому у нас, ну, вот так вот сложилось то, что здесь население в основном европейское, скажем так, ОЗИ. И мне нравится здесь жить, приглашаю, как бы, других ребят, знаю, что некоторые ребята сюда тоже перебираются. Но это, опять-таки, зависит от вкуса. Где у вас работа, где вам приятнее жить, какой национальный состав и так далее, и так далее. Все это рассматривайте. И кому-то Сити понравится, кому-то Виндзор, кому-то, может быть, Аутбек. То есть, есть работа, есть желание жить подальше от центра, ну, тоже. Поэтому очень трудно на это ответить однозначно. Следующий вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, русскоязычного миграционного агента. Ребята, я бы постарался избегать русскоязычных миграционных агентов по многим причинам. По крайней мере, на данный момент, на данный момент, то есть, грубо говоря, на середину 2016 года, я не рекомендую никого. Люди жадные, люди не очень профессиональные в большинстве своем. Я бы предпочел австралийцев, и многие ребята, которые остались, они, в общем-то, вам эту точку зрения подтвердят. Что касается будущего, я, наверное, в ближайшем видеоролике расскажу о том, каким я вижу миграционного агента. В первых, там, 30 роликах я это указывал. Прошло уже более 1000 роликов, 1000 автороликов. После этого, вот, наверное, придется повторить этот ролик. Но это будет ролик фактически о том человеке, который вышел из нашего проекта. То есть, это человек, неотъемлемая часть нашего проекта. Человек, который сейчас получил вид на жительство, отучился блестяще в KY, получил вид на жительство, записался на курсы, и теперь, через некоторое время, то есть, я думаю, к ноябрю, декабрю месяца, у него будет лицензия. Принципы работы, это будут очень этичные. Это будут человек, который фактически будет возглавлять этот проект. То есть, как вы понимаете, естественно, у миграционного агента больше влияния, больше знаний, больше связей. Человек молодой, соответственно, он будет фактически возглавлять этот проект. Очень человек этичный, и, соответственно, как раз для нас всех подходит. И на его плечи ляжет забота о вас в миграционном плане. Поэтому вот его буду советовать, рекомендовать, вы его увидите. В ближайшем видеоролике я покажу то видение, каким должен быть миграционный агент. Я думаю, что он будет этим требованиям как минимум удовлетворять. Я думаю, даже больше. Чисто по-человечески мне этот человек нравится. Что касается нынешних русскоязычных агентов, я бы их не советовал. Ну уж извините, господа агенты, но такова история наших взаимоотношений с миграционными агентами. И последний вопрос о том, какая у нас связь с русскоязычной общиной, русской общиной. Я так скажу, что я далек от этой общины. В действительности общаюсь с людьми. В действительности есть очень плотные контакты. В действительности есть полное понимание и уважение. Таимное, надеюсь, с генеральным консулом в Сиднее, Сергеем Борисовичем Шепиловым. Но вообще с многонациональной, многоликой, как говорят, этой русскоязычной общиной у меня личного отношения нет. И, наверное, у наших ребят в основной своей массе еще более негативное отношение к этим людям. Они не помогали нашим ребятам ни советам, ни делам никак. Особое уважение у нас не заслужили. Мы не говорим вообще о всех, но как об общине в целом, да. Я не вижу никакой необходимости для нас с ними работать. В последнее время на меня вышло новое руководство казачьей общины. Это Михаил Овчинников из этих староверов. Хороший бизнес у него, много чего я брал у него строительное, то есть двери, ванны, короче, технику, много чего по стройке брал. Неплохой человек, приятно с ним работать. Но я не хотел бы, чтобы мое время и время моих людей тратилось на, в общем-то, бесцельное, на мой взгляд, сотрудничество ради сотрудничества. Сотрудничество должно иметь пользу. На данный момент я не вижу, чем эта община могла бы быть нам полезна. На данный конкретный момент конкретная община. Поэтому я предпочитаю работать с австралийской общиной, то есть теснее работать с политиками, участвовать в общественной жизни. По крайней мере, это дает свой положительный результат. Опять-таки, за исключением работы с Генеральным консулом России, это действительно консульство. Это отличные люди, которым надо быть полезными и которые могут быть полезными. И эта работа интересная. Работа с так называемой русской общиной меня лично на данный момент абсолютно не привлекает. Я смотрю ребят тоже. Насильно не будешь, мил, поэтому смотрите сами. Если вам понравится, пожалуйста, общайтесь. Но опыт нашей работы пока что, как так, больше негативного, чем позитивного. По крайней мере, ни деньги, ни время, ни силы, ни авторитет свой, ни я, ни наши ребята тратить на эту общину не будем. Мы будем наш новый мир строить, нашу новую общину, а там уже посмотрим. Большое спасибо.